Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня хочу рассказать вам о нескольких кейсах классных, которые мне понравились, которые уже сейчас применяют предприниматели и, возможно, дать вам пищу для ума. Итак, крутой кейс, как по мне, очень классный, он, кстати, подходит и большим, и маленьким, но несколько по-разному, слушайте внимательно. Значит, мне пришла рассылка от сети кинотеатров Планеты Кино, которые, естественно, закрылись, которые в Киеве являются, ну, как по мне, самыми классными, у них все как-то наиболее современное, вкусное и замечательное, в котором они написали о том, что они просят их поддержать, и они сейчас продают сертификаты стоимостью 100 гривен, которые мы впоследствии можем обменять на билеты, причем на любые, там, 4D Max, аймакс, в общем, билеты, которые стоят, ну, в несколько раз дороже, в 2, в 3, в 4 раз дороже. И, как по мне, это очень классный кейс того, каким образом сегодня, например, большая компания может решить вопрос того, чтобы получить весьма нормальный приток денег, учитывая, что все-таки это массовая услуга. И кинотеатры более чем уверенно больше зарабатывают на попкорнах и каких-то других штуках. Соответственно, сегодня получить поток денег каких-то реальных, распродав билеты по 100 гривен сейчас, это очень классно. Ну, вот, как по мне. Как вы это можете применить? Если вы большой, ну, относительно большой, и вы можете себе позволить сбросить цену сейчас значительно, сбрасывайте эту цену и делайте такую же историю. Предлагайте на свою услугу фиксированную стоимость с большой скидкой, которую человек, когда вы откроетесь, может поменять, потому что ему это нужно. Если вы маленький, например, вы оказываете какие-то услуги определенные, это, конечно, больше подходит для услуг. Вы можете своим клиентам предложить сейчас по фиксированной цене, например, со скидкой там 30-50%, купить сертификаты на эту услугу сейчас. Например, я крашу волосы, да, и там окрашивание у меня стоит, там, порядка, средняя цифра 2000 гривен. Например, вы берете и говорите, я не знаю, сколько там себестоимость этой услуги, но явно значительно ниже. Вы берете и говорите, что сейчас вы можете купить, сколько вам нужно сертификатов, 5 или 10 на окрашивание, или 1, да, на окрашивание, например, по цене 1000 гривен. Я точно куплю, потому что я знаю, что в любом случае салоны красоты откроются, в любом случае я буду пользоваться этими услугами. То есть мне это по-любому надо, и если у меня сейчас есть на это деньги, я это куплю. Поверьте, всегда есть люди, у которых есть на это деньги. И это может касаться любых услуг, которые вы оказываете, предлагая клиенту наперед что-нибудь приобрести. Это, как по мне, очень классное действие для того, чтобы сейчас получить какой-то кэш, особенно если вы остро в нем нуждаетесь, и вы понимаете, что вам нужны деньги, вы не знаете, где их достать, пока вы не начнете работать. Таким образом, на будущее вы знаете, что ваши клиенты никуда от вас не дернутся, они не уйдут, потому что они уже купили, и вы прямо сейчас генерируете кэш. Я уверена, что вот это можно применить к очень многим нишам, поэтому думайте и соображайте. Второй кейс, который мне понравился, это кейс с тем, когда мы, выпуская одежды, аксессуары или что-либо еще, учитываем тот фактор, который происходит сейчас. Например, мы сидим дома, и мы используем определенную символику в своих товарах. Как мы знаем, люди всегда любят покупать что-то такое, чтобы, вот знаете, как мы едем в какую-то страну, и там должно быть написано какая-то памятная история. Вот можно писать какие-то классные лозунги, можно писать, как бренды какой-то футболки выпустили, stay home. В зависимости от того, что вы производите, вы можете подумать о том, каким образом это привязать, и таким образом ваш товар станет сегодня актуальным. Это можно послать подружке и так далее, и так далее, и так далее. Прикольно. Третий кейс, который мне очень понравился, это кейс от билетного оператора, который называется Concert.ua. Очень простой. Понятное дело, что сейчас продавать билеты они никуда не могут, потому что, во-первых, они всего лишь оператор билетный, а не организатор каких-то концертов. Но в этом случае, поскольку это все-таки есть несколько билетных операторов, которые между собой конкурируют, в этом случае мы так или иначе сейчас имеем возможность устанавливать более близкие и тесные контакты с нашей аудиторией. Я вам об этом уже говорила, что в такие моменты очень важно, кто будет с аудиторией, кто ее как будет поддерживать. И в будущем это очень сильно отразится на продажах, потому что в этот момент люди станут к вам более лояльны. Так вот, Concert.ua прислал рассылку, в которой он сказал, что они будут вместе и совместно с артистами проводить прямые трансляции каких-то классных концертов, которые люди будут смотреть, наблюдать онлайн. Это тоже очень классный кейс, потому что в этот момент билетный оператор говорит, мы вас поддерживаем, мы вас любим, мы о вас заботимся. И тем самым проникает в ваше сердце. Вы должны понимать, что если вы, например, я знаю, что меня много смотрят каких-то артистов, певцов, музыкантов, ведущих, вы можете взаимодействовать со своей аудиторией сейчас, выдавая какие-то свои концерты, выдавая как-то, демонстрируя себя, скажем так. Помните, что такой контент, он очень классно передается. То есть люди о вас рассказывают, люди говорят, вау, посмотри, какой он крутой. У вас есть возможность проявить себя и привлечь большее количество аудитории, потому что на данный момент людям хочется что-то смотреть, хочется смотреть что-то прекрасное. Возможно, они бы вас никогда не увидели, а сейчас увидят. Такие как будто бы простые кейсы на самом деле являются, ну, как по мне, очень классными. Да, сейчас как бы очень много делают перекрестных совместных эфиров, очень много идет всяких разных коллабораций. Это тоже имеет место быть. Но если у вас все-таки есть какой-то актуальный продукт, актуальное что-то, что вы продаете, и вы понимаете, что это можно сейчас продавать, просто вы не продаете, соответственно, озаботьтесь тем, каким образом сейчас это преподносить вашему клиенту, и каким образом взаимодействовать, через что вы можете сейчас стать со своим клиентом более близко. Чтобы либо продать ему прямо сейчас, либо в будущем вызвать у него желание купить непосредственно у вас. Еще раз повторюсь, что кейс с планеты кино, где они предлагают купить на будущее по такой цене, это прекрасный вариант. И подумайте о том, каким образом вы бы могли что-то свое вот так взять и продать. Обязательно вертите головой в разные стороны, самое время открывать рассылки, смотреть, что предлагают люди. Потому что уже решение есть. Классное еще решение, например, у салона красоты, которые сделали наборы для девушек, которые с шелаком оказались. То есть у нас есть такая проблематика, у нас есть шелак на ногтях. И если ваш салон закрылся, и все закрылись вокруг, как этот шелак снять? Сделали классные наборы, их можно разослать в принципе бесплатно вашим клиентам с заботой о них. Это будет очень классная лояльность. И им же можно предложить какие-то сертификаты, как я сказала, с покупкой на будущее по более приятной цене. И с письмом о том, что, ребят, поддержите нас вот таким вот способом. Это круто. Еще один кейс, который я увидела в рекламе и выкладывала его тоже у себя на странице в инстаграм. Это кейс о том, как девушка, владельца какого-то салона, предложила всем девочкам, которым нужно окрашивание. Очень многие девочки красятся регулярно. И блондинки, и брюнетки. Все по разным причинам. Что мы разработаем, мы как бы напиши нам, мы узнаем коктейль краски, который у тебя был. Значит, мы создадим, разработаем для тебя такой же коктейль. И мы привезем тебе упакованный набор, так как сделал мой салон в принципе. Мы привезем тебе упакованный набор для того, чтобы ты самостоятельно могла окрасить себе волосы. Поскольку все знают, что официально это запрещено. И, как правило, работает только так, когда я знакома со своим мастером. У нас личные отношения, она как мой друг приезжает и меня красит. Если таких отношений нет, у вас взаимоотношения с салоном, то вот салон предложил вот такое решение. И предложил это не только своим клиентам, хотя в первую очередь это надо предлагать своим клиентам обязательно. Но они еще настроили на это таргетированную рекламу. И таким образом я увидела там прямо сотни комментариев девочек, которые пишут, да, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо. И люди получают новых лидов, которых впоследствии, естественно, смогут еще и сделать своими клиентами. Часть вернется к своим мастерам, а часть не вернется к своим мастерам. Поэтому решения появляются каждый день. Внимательно просматривайте ленты Инстаграм, внимательно просматривайте, как я уже говорила, что происходит в разных странах. И не думайте о том, что решений нету и нужно сидеть и ждать. Повторяюсь, ждать точно ничего не надо, потому что уже сегодня создаются новые решения, уже сегодня делятся и распределяются новые роли на рынке. И ваша задача просто понять, где ваша часть. И таким образом, как минимум, сохранить свою аудиторию, как максимум, программа максимум, это завоевать новый рынок. Смотрите по сторонам. Пожалуй, это, наверное, самый такой классный совет. Смотрите на разные ниши, потому что вот ниша кино я вам рассказала, она к вам не имеет никакого отношения, она к тому, что мешает вам сделать то же самое. Ну и, конечно же, смотрите меня, потому что я смотрю за всех и стараюсь давать вам самое такое полезненькое и свеженькое. Если вам полезно это видео, пожалуйста, ставьте лайки, не жадничайте. Ребята, пишите комментарии, вы меня поддерживаете своими комментариями снимать регулярно, потому что очень много сейчас я провожу времени в мастер-классах, эфирах, и видео, и еще и контент пишу, еще провожу тренинги. Но очень вдохновляет, когда я понимаю, что кому-то это помогает, кому-то это нужно, поэтому давайте будем благодарными. Все будет классно, не болейте, всем крепкого, хорошего иммунитета, заряда бодрости и энергии, и все будет офигенно. Жду вас на своих страничках в инстаграм и в прямых эфирах. Всем пока!